Всем привет! В этом видео я покажу вам партию претендента на звание чемпиона мира Гукеша и Вэй И. Партия была сыграна на шахматной олимпиаде. Контроль партии классический. 1 час 30 минут каждому на партию. Ну и конечно еще добавление времени. Совсем скоро будет сыгран матч за звание чемпиона мира по шахматам между Гукешем и Дин Лежинем. Поэтому можно, я думаю, сказать, что Гукеш будет, возможно, будущим чемпионом. Так как Дин показывает совсем плохую игру в последнее время, не тянет он на то, чтобы остановить такое молодое дарование от звания чемпиона мира. И эта партия будет этому доказательством. Итак, в этой партии Гукеш играет белым цветом, Вэй и черными. И, как вы видите, Гукеш уже сделал свой первый ход Е4. Но соперник дождался, пока я закончу вступление к этому видео. И, наконец-то, пошел Ц5. В доске сицилианская защита. Белые отвечают ходом Конь Ф3 и Д6. Гукеш выводит своего коня на Ц3. Непринципиально Д4 он здесь не пошел, вскрывая игру. Конь черных выступает на Ф6. Слон Е2 играет Гукеш. Вот такой интересный ход. Часто так никто не играет. Но хотя Магнус Карлсон этот вариант тоже играл. По сути, здесь, конечно, белые не соревнуются. Из начала дебюта за перевес. Смотрят, как будут играть черные. Ну и черные, конечно, захватывают центр ходом Е5. Правда, оставляя белые поля в центре слабыми. И Гукеш играет слон С4. Таким образом, он вынудил здесь, возможно, пойти черных Е5. Попытался немножко запудрить мозги черным. И потратил один темп, выставив своего слона на С4. Конечно, можно сказать, что черные здесь уравняли. Так как белые потратили два своих хода, чтобы поставить слона на С4. Черные отвечают ходом слон Е7. И после Д3 конь черных выходит на С6. Белые развивают своего слона на Ж5. Теперь они хотят взять коня на Ф6. Тем самым, еще сильнее претендуя на белые поля в центре. Черные рокируются. Слон забирает на Ф6. Уничтожая контролера поля на Д5. Слон забирает на Ф6. Черные, конечно, получают в этой позиции преимущество двух слонов. Но чернопольный слон явно здесь не лучше упирается в свои пешки. Белые закидывают коня на Д5. И черные выводят последнюю легкую фигуру слона на Е6. Белые пока не рокируются, а играют в Ферзь Д2. Теперь сохраняя возможность рокироваться в длинную сторону и в короткую. Ну, а черные ходят А6, подготавливая продвижение на Ферзьевом фланге. Захватывая пространство. Б5, прогоняя слона. Ну и, конечно, рокироваться в длинную сторону в таком случае совсем не хотелось бы. Тут сразу наедут пешками. Поэтому рокировка в короткую сторону. Черные выступают вперед на Ферзьевом фланге. Слон белых отступает на Б3. И черные заранее уводят своего короля на А8 от возможных рентгенов слоном с Б3. Теперь А3. Белые в случае чего уведут своего слона на А2. И черные подводят ладью по линии Б. Возможно, будут начинать вскрытие по Ферзьевому флангу. Аш3. Крайне скромно играет Гукеш, но забирает важное для черных поле на Ж4. Ж6. Черные же, в свою очередь, хотят, возможно, убрать своего слона на Ж7. Может сыграть свою роль. С3. Белые берут под контроль поле на Д4. Также в дальнейшем, возможно, будут проводить Д4 со вскрытием игры. И черные сразу же убирают своего слона. Вскрытие игры означает белые слоны. Точнее, черные два слона будут очень и очень сильны. Слон белых отступает на А2 от возможных тычков. Ну и черные полностью захватывают центр своими пешками, грозно выдвигаясь по центру. Правда, такие размашистые выдвижения пешками по центру означают то, что в лагере черных появляются дыры. Именно туда устремляется конь белых на Ж5, нападая на слона. Ну а слон спокойно отступает на Ж8. Гукеш решает снять напряжение в центре, забирает пешкой на Ф5 и после взятия пешкой – Ф4. Довольно важный ход в этой позиции. Не позволяет черным задавливать позицию белых в центре своими пешками. И как вы можете заметить, у соперников остается всего по 20 минут времени. То есть по часу 10 минут уже потратили за эту партию соперники. И в этой позиции Вэй И, играющий черными фигурами, потратил еще 6 минут из его 20 времени и играет С4. Таким образом у нас упрощается позиция. Итак, что же здесь хотят черные? Черные забивают белопольного слона белых. Но белые могут взять на С4 и после взятия забирают слоном. Вот только теперь черные берут пешку на Ф4. И белый ферзь теряет связь со своим конем. Разве что остается только телепатическая связь, но она явно не спасет белого коня от съедения. Конь возвращается на Ф3 и черные играют конь А4. Ловят белопольного слона. Слон отступает на А2. Так как если, например, уйти на Е2, то там была бы вилка конем на Б3, на ладью и на ферзя. Ну а здесь вилка все равно следует. Приходится размениваться. Взятие-взятие. И белые съедают конем пешку на Ф4. Черный ферзь с шахом вылетает на Б6. Белый король должен отступать. Также подвисает пешка на Б2, так как черные сдвоились по линии Б своей ладьей и ферзем. Но у белых есть ход ладья Ф2, укрепляя пешку на Б2. Еще одна ладья черных подходит по линии Б. Черные собрали свою аннигиляторную пушку. Пешка на Б2 сыпется. И белые решают пойти в контр-игру. Они подводят ладью на Д1, отдавая пешку на Б2. Но тогда последуют многочисленные размены. Черные забирают на Б2. Белые ферзем забирают на Д2. И после разменов ферзей, черные забирают ладьей на Б2. Мы получаем следующую позицию. Эншпиль, где у белых два коня за преимущество двух слонов у черных. Крайне интересная для игры позиция. По пешкам также все поровно. Но белые съедают пешку на Д6. У черных начинает зависать пешка на А6. Они ее, конечно, не отдают. Следует ход А5. И белые заходят своей ладьей по последнему ряду, связывая слона на Ж8. Черный король здесь отлично защищен своими слонами и пешкой на А6. Ну, а черные, в свою очередь, съедают пешку на С3, уравновешивая материал. Итак, белые централизуют своего коня на Д5, нападая на слона. И черные находят небольшую тактику. Они дают шаг королю. Король вынужден отступать. Он идет в центр на Ф2. И ладья Д1. Связывая коня белых на Д5. Теперь конем отступать нельзя, так как за ним подвисает ладья на Д8. Уже следующим ходом черные хотят съесть коня на Д5. Защищен он только ладьей с Д8. Но у белых тоже есть своя тактика. Они забирают ладьей на Ж8. Черные вынуждены брать эту ладью. И белые забирают слона на С3. По итогу, после всех разменов фигур, у белых остается два коня за ладью черных. Позиция равная. Пешек поровну. Ну и компьютер, конечно, оценивает эту позицию как ничью. По-человечески, конечно, гораздо проще играть конями. Особенно в таком цитноте, когда у обоих остается по 4 минуты. Вот только для игры конями также потребуется немалое мастерство. Черные играют ладья С1, нападая на коня. Конь отступает на Б5. И ладья С2. Король белых бежит назад на Ф1. И черные подтягивают своего короля в центр. Белые централизуют своего коня на Д4, нападая на пешку на Ф5. А также на ладью. Ладья С1 шах, король Е2, король Ф6 и конь Д6. Белые нападают на пешку на Ф5. Но черные идут за пешкой на А3. Белые, конечно, ее отдавать не хотят. Иначе тогда там побежит черная пешка в ферзи. Поэтому конь Б5, защищая пешку на А3. Ладья С1. Король Е3. Теперь уже белые централизуют своего короля. Но ладья Ж1. Ладья поактивнее здесь, чем кони. Ее дальнобойность здесь немного сказывается. А она летает по всей доске. Белые возвращаются королем на Ф2, нападая на ладью. Ладья отступает. И конь Е2. Снова прогоняя ладью. Но ладья Б1. Конь белых под боем. Конь С3 с нападением на ладью. И ладья заходит по третьему ряду. Пешка на А3 снова начинает подвисать. И наконец-то белые ходят А4. Посмотрите, как прочно здесь стоят белые фигуры. Конь защищают друг друга. А конь С3 защищает пешку на А4. Черные подводят своего короля на Е5. Максимально централизуя его. Ну а белые ходят Ж3. Берут для себя поле на Ф4. Возможно, туда пойдет конь. Черная ладья возвращается поближе к королю. И белые централизуют своего короля на Е3. Ладья Б4. Привязываясь к пешке на А4. Теперь конь вынужден ее все время защищать. Но король Д3. Белые пока тоже не понимают, как здесь им прорываться и что вообще делать. Черные подводят пешку на А6. Черные ставят ладью на Б3, подвязывая коня белых. Король Д3. Ладья Б4. И черные прилагают белым ничью. Таким образом, после повторения позиции. Но теперь уже следует ход конь Ж1. Белые централизуют своего коня. Также прогоняя короля из центрального поля Е5. Ладья возвращается на Б8. Подальше от всяких вилок на короля и ладью. Конь приходит на Ф3. И черный король вынужден отступать. Белые получают небольшой позиционный перевес. Конь белых централизуется на Д4. Возможная идея с конем на С6 с нападением на ладью и на пешку. Черные связывают этого коня. Король возвращается на Е3. Ладья С8 с нападением на коня. Но король Д3. Ладья Д8 снова предлагают ничью. Повторением ходов черные. Но белые переводят своего коня на Е2. Теперь конь белых идет на Ф4. Черная ладья снова идет на В8. Конь Ф4. Ладья Б1. Главное здесь конечно было не зевнуть, что шах не выигрывает пешку, а просто теряет ладью. Так как конь на Д4. Крайне неприятно черными играть ладьей. Ведь везде ее могут съесть. Итак, после хода ладья Б1. Белые централизуют своего коня на Д5 с шахом. И король черных приходит на Е5. Кажется как будто это зевок. Ведь теперь у белых зависает конь на Д5. И если он отойдет, то последует шах ладьей на Д1. С шахом выигрывают потом коня на Д4, черные. Но конь С3 с нападением на ладью. И конь отлично держит поле на Д1 от всех шахов. Ладья черных активизируется. Теперь пешка на Х3. У белых подвисает. Приходится давать шах королю. Король черных отступает. И Х4. Но ладья Х3. Бегут теперь за пешкой на Ж3 черные. Конь белых снова вынужден отступать в защиту. Конь на Е2. Пешка на Ж3 теперь держится. Но Ф4. Вот такой тычок от черных. Теперь брать эту пешку нельзя. Например, если возьмем пешкой, естественно, тогда мы потеряем своего коня на Ф3 шахом. Но если же забирать конем на Ф4, то тогда черные спокойно съедят пешку на Ж3. И уже довольно неприятная. Получится позиция для белых. Поэтому после хода Ф4 белые не забирают эту пешку, а находят лучший ход в этой позиции. Конь Ж1. Нападая на ладью. Теперь конь с Е2 держит пешку на Ж3. Ладья ее уже не съесть. Ну и ладья приходится отступать на Ж1. Теперь уже белые съедают пешку на Ф4. Конем было все так же нельзя, так как теперь зависал бы конь на Ж1. И следует размен пешками. У белых появляется своя проходная пешка. Ну и у черных, конечно, пешка Аш. Белая пешка чуть-чуть ближе. Преращение в ферзя на Ф4. У черных же нужно на один темп больше потратить, чтобы провести ее в ферзя. Белые централизуют своего коня на Ф3. Ладья отступает. И Ф5. Белые начинают гнать свою пешку в ферзе. Черные следуют их примеру. Конь С3. Гуки аж переводит своего коня на поле Е4, где он будет контролировать пешку на Ф6, если она туда пойдет. Ну и потом конь Ж5. И гоним пешку дальше. Аж 4 от черных. Конь Е4. С шахом прогоняем короля. Король отступает назад. И конь Е5. Таким образом, еще одного коня централизовывая за белых. Король отступает на Д8. Теперь, в случае чего, он вернется на поле Ф8 и будет контролировать пешку белых. Пешка белых всего двух шагах от превращения в ферзя. В этой позиции черные пошли Аш3. Но этот ход проигрывающий. Все дело в том, что им нужно было ходить ладья Д1 шах. Я вам покажу сейчас вот такой вариант. Но, конечно, со временем игроков на часах, у них по одной минуте в этой позиции, такое найти было просто невозможно. Например, на этот шаг белые вынуждены были бы отступать. Тогда Аш3. Черные гонят свою пешку в ферзи. Ф7. И ладья С1 шах. Король отступает на Д3. Король Е7. Контролируя поле превращения в ферзя на Ф8. Но тогда конь Ж5. Теперь белые защищают пешку на Ф7. Угрожают шахом на Ж6 провести своего ферзя. Король вынужден будет отступать. И потом Ф8 ферзь. Но Аш2. И на конь Ж6 черный король отступает. Ф8 ферзь. Аш1 ферзь. И в этой позиции белые не матуют черного короля. Например, на шах конем на Е5. Король черных просто убегает на С7. Конь Е6 шах. Король Б7. И на ферзь Е7 шах. Король А6. Никаких матовых атак у белых здесь просто нет. Ладья с С8 у черных шикарно контролирует все поля по линии С. Ну а ферзь с Аш1 контролирует белые поля вокруг своего короля. И например, на ферзь Д6 шах. Простой король А7. Ферзь Д7 шах. Ферзь приходит на защиту своего короля. Теперь уже черные могут перейти в контратаку. В случае чего угрожает ладья Д1 с выигрышем ферзя. Здесь могли бы конечно белые разменяться ферзями. Но это ничейная позиция. Никак пробиться белые здесь просто не смогут. Но в партии же, давайте вернемся к партии. После хода Ф6 черные делают довольно человеческий ход. Аш3. Просто гонят свою пешку в ферзе. Но все дело в том, что теперь у них не получается провести своего ферзя. Ф7 от белых. Ладья Ф1 ходят черные. Но все та же идея у белых. Конь идет на Ж5. Теперь уже этот конь будет защищать пешку на Ф7. А конь с Е5 идет на Ж6. С дальнейшим проведением ферзя. Аш2. И вот черные уже в шаге от превращения своего ферзя. Но конь Ф3. Таким образом перекрывая действие ладьи. И угрожает Ф8 ферзь. У китайца меньше минуты времени. И в этой позиции ему срочно нужно было опять находить шаг ладьей на Д1. В этом варианте. Теперь уже например на шаг Д1. Король отступает на С4. Х1 ферзь. Ф8 ферзь. И король снова отступает на Ф7. В этой позиции выигрыша за белых снова нет. Ну по крайней мере от человеческого. Правда из-за жесточайшего цейтнота в этой позиции не находят в ее ход ладья Д1. А ходят королем на Е7. Таким образом хочет контролировать поле на Ф8. Но белые просто съедают единственного козыря в этой позиции за черных. Пешку на А2. Ведь она у них подвисала. Черные идут в контратаку. Атакуют пешку на А4. Но простой конь. Ж4. Грозит страшный ход конь А6. Все так же защищая пешку на Ф7. Угрожая ходом конь Ж6. Все тем же проведением ферзя. Если король отойдет. Ход ладья Ф1 совсем не поможет никак черным. Так как тогда все тот же конь переходит на А6. И что бы здесь черные не делали. Например просто стоят на месте. Тогда конь Ж6 шаг. Король Д7 и Ф8 ферзь. Вот так вот съедая ладью. Ну и конечно два коня и пешка побеждают. Так как белые в итоге проведут своего ферзя. В этой же позиции попытались еще конечно черные дать шаг белому королю. Белый король просто отступает на Д2. И на взятие пешки конь А6. Неминуемо белые проводят своего ферзя. Дают шаг черные. Король отступает на Е3. Ладья А3 шаг и король Е4. В этой позиции Вей и признал свое поражение. Все дело в том что ладья все так же не успевает никак остановить эту пешку. Например на еще один шаг король спокойно отправляется на Ф5. И например если вот так попытаются еще здесь провести какие-то трюки. Черные да чтобы выиграть ферзя. Никак у них это не получается. Ведь все тот же конь Ж6 шаг. Король Д8 и Ф8 ферзь. На этот шаг мы спокойно перекрываемся своим конем. Вот такая интереснейшая позиция от претендента на звание чемпиона мира Гукеша. Пишите как вам такой претендент на звание чемпиона мира. И каковы будут у Дина или Женя шансы чтобы защитить свой титул. Мне кажется совсем совсем невелики. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Пишите ваши комментарии. И до скорого.